Вот он, эксперт в Сея-Руси, Магомед Чапот Бегулатов. Красавец! Лишний раз доказательства, перед боями Астамбека вообще слушать нельзя. ACA 181 выдался таким, ACA 182, думаем, выдастся другим. Конечно, любой боец, который соображает, он, если четкий удар, пропустил. Извини, Артем. Я твою боюсь. Не в коем случае, это лучший момент этого эфира. Не возгордись, когда он будет тебе во благо. Этот мир состоит из двух мест. Всех приветствую, вы на канале ACA, меня зовут Ислам Дагаев, и сегодня в студию Астамбека с Магомедом Бегулатовым мы разберем наши прогнозы, которые мы делали в рубрике «Балаган». С первого боя, сразу. Ну, я думаю, все мы понимали, что Жакшилык выиграет, но никто не ожидал, что так уверенно и что выиграет финишем. Давайте немного вспомним, чтобы было интересно, что мы в итоге прогнозировали первый раз, чтобы сравнить с тем, что произошло. Ну, в общем, все мы сказали, что выиграет Мирзабеков, и все мы сошлись во мнении, что это будет самый скучный поединок. В итоге Жакшилык одержал первую победу досрочную, но исход тот же. Из пяти боев. Удачно, нет? Ну, да. Правильно выбрал. А то, что мы же говорили, что не будет финиша, будет решение. Не, мы-то думали. Вот видишь, парень вышел с первого раунда, начал бизнес, разведки, напал просто, сожрал его, я не знаю. Финиш. Мне кажется, он просто посмотрел «Сей Балаган» и подумал, что эти ребята говорят. Они, кстати, посмотрели многие, и многие позазлили. И многие это отмечали, кстати, и в закулисье. И ко мне в телеграм-тренер Мурада пришел и говорит, ну, типа, он мотивирован, несмотря на то, что вы говорите. У него просто была травма, и он готов показать зрелище. Зрелище показал. Зрелище показал, но со знаком минус. В общем, исход угадали, но не угадали метод. Ну, в принципе, если мы делали ставку, она бы сыграла. Можешь, пожалуйста, к микрофону подъемиться? Вот любовь у тебя такая, подальше от него сидит. Да, все нормально. Ну, вот хотя бы так, ладно. Окей, следующий бой Душенко-Ерохин. Ожидали ли нокаут? Давайте послушаем. Но мы будем довольно долго это все слушать. Как сделать? Ну, я примерно помню. Я на Ерохина, допустим, ставил. Это Ондар Мусакаев, да, извините. Бой, который в итоге не состоялся. Слетел. Представляете его? Мы не угадали, то что два боя слетит. Я думаю, все-таки в этом бою опыт сыграет. 55 на 45 в пользу ветерана Ерохина. Ребята, не благодарите, не благодарите. Ну, тут экспертное мнение. Тут, ну, что тут поделать? Ну, что есть, то есть. Давайте Мамуда послушаем. Мы с Магомедом Гугулатовым считаем 60 на 40. Ты 60, а он это 120 на 80 получается. 120 на 80 – это идеальное давление в пользу ветерана Евгения Ерохина. Кто же считает? Я считаю, что Ерохин, потому что… А почему, Магомед, ты так считаешь? Потому что мы так считаем. Я, мы, ACA, понимаешь? То есть вы тоже Ерохина, да, сказали? Да, единственное, что нокаут не отгадали. Ну, все-таки, да, эта мотивация была у Ерохина. Он хотел отыграться за последнее поражение. И его ударная мощь, она тоже сыграла роль важную. И я думаю, Душенко с ним неправильно подрался. Душенко техничный парень, да. И он сразу пошел, знаешь, в эту рубку. Зачем ему это надо было? Ему нужно было потихоньку, с дистанцией, примеряться, методично действовать. Согласен полностью. Мама, ты же посмотрел бой, что скажешь? Я смотрел этот бой. До этого я не смотрел бои Душенко. Я не знал, как он работает в стойке или в борьбе. Но Ерохин один раз поймал его. После этого уже на опыте не отпустил. И уже оформил нокаут. А была ли возможность, как ты думаешь, вот будучи бойцом, ты эти вещи лучше нас знаешь, у Душенко после пропущенного удара немного отбегаться? Потому что он как будто бы зарубился. Конечно, любой боец, который соображает, он если четкий удар пропустил. Извини, Артем. Проехали, короче. Ну, если пропустил, можно, да, велосипед включить? Да. Ну, для этого надо соображать. Для этого его нужно изобрести, да? Да, я кла, убери это. Ты смеешь его. Это лучший момент этого эфира. Ханикат Васильев. Во, ожидали? Не ожидали. Нет. На Васильев если ставили. Мы как будто вообще все списали Ханиката. По крайней мере, я. Я признаюсь, что мне казалось, что Васильев мотивированный проспект, дерется дома, просто обязан побеждать. Давайте послушаем наше мнение быстренько. Я просто не вижу, за счет чего Ханикат может выиграть. Его борьба, она абсолютно сошла на нет. Она не работает. И его борьба, она без контроля. Даже если он сажает соперника, он не может его контролировать. У него нет развития, у него нет добиваний, у него нет мыслей. Когда ты не добиваешь, тебя человек не боится. Когда ты просто прыгаешь в ноги. А Васильев очень талантливый парень. И он способен, во-первых, не давать себя бороть. И он будет бить в ответ. Я считаю, это вряд ли удосрочит победа решением от Васильева 30-27. Вообще, мне с матч говорили. То же самое. Мама, да послушаем. Я, по-моему, ничего не говорил насчет этого боя. Но там видно было, что Ханикат намного опытный. С первого раунда завязал его. Но тот тоже со стойки Васильев попадал много раз. На опыте забрал Ханикат. Такое ощущение, что Васильев как будто не готовился специально под соперника. Потому что он не был готов к этой борьбе. Он был беспомощен. И мне кажется, довольно очевидно было, что Ханикат это высокий уровень вольной борьбы. Нужно останавливать его борьбу, подготовиться к этому в стойке. И Васильев намного лучше. Он свежее, он креативнее, изобретательнее. В целом, он более классный боец и разнообразный. Но именно вот эта брешь в обороне, которая позволила Ханикату бороть, валить, контролировать. Она сделала свое дело. Я еще исходил из того, что Васильев одержал две победы, потом уступил Эмееву. И был бы мотивирован, чтобы в последнем поединке в рамках действующего контракта добыть эту победу и поправить свое положение. И, в принципе, подготовить почву для того, чтобы просить лучшие условия. Обычно, когда ты контракт перед пределением, ты побеждаешь и говоришь, ребята, вот у меня хорошая победа, я хотел бы столько-то. Но теперь, в принципе, говорить об этом, наверное, уже нет смысла для него. Пока рано, да. Ну, Ханикат это списали, а Алексей вообще сказал, что Васильев его уронит. Ну, не угадали. Двоих угадали, Ханикат это не угадали. Получается, я угадал. Знаешь, почему? Почему? Я просто промолчал. В общем, введи тогда счет, Ислам. Два угадана, один не угадал. Два-один, да. Мы еще два не отгадали, что слетят. Ну, ладно. Ну, будем тогда дальше смотреть. В связи с последними турнирами нужно уже и эту рубрику вводить. Кто слетит. Ну, да. Хорошо, следующий будет Урал Рагимов против Никиты Приходько. И, по-моему, отгадал единственный я. Мы на Приходько ставили? Да, все. Не, а как я могу на Приходько ставить, если я его не знал? Я их, наверное, поддержал. Но мне этот парень реально понравился. Так смело, хорошо работал в стойке. Никита? Да. Но я предполагал, что Рагимов через большой перерыв вернулся. И я знал, что он будет до конца рубиться. Но этот Приходько реально удивил. Мне понравился парень. Приходько удивил, попал. И мне кажется, чуть-чуть вот хладнокровия ему не хватило. Он как будто эту руку сам сунул этот прием. Он поспешил. Я думаю, чем дальше бой заходил бы, тем больше шансов у него было бы. Он моложе, свежее, видно, мотивирован. Но немного он не сориентировался в ситуации. В целом, я думаю, поединок можно занести ему в актив. Давайте послушаем, что мы говорили. Мне просто интересно. Ребята, мы должны понимать одну вещь. Есть пик, есть закат. Все-таки Приходько молодой, свежий, мотивированный. Бьется дома. Вообще ноль вопрос. Турал тоже бьется практически дома. Санкт-Петербург для него не чужой город. Нас слишком много упущено, пропущено. В последнем бою проиграл. В лиге ACA пару лет не выступал. Были определенные проблемы. И как проиграл. Да, и в последнем бою нокаутом проиграл. Это Приходько фаворит. 55 на 45. Оба ударники, я думаю, это хорошая перестрелка в стойке будет. Но Приходько побыстрее, посвежее будет. Знаешь, как он радовался, когда вышли к тебе после этого боя. Быстрее, свежее. Был же, просто попал, уронил, но не добил. Поторопился. А что Мамотт сказал? Промолчал ты снова. Получается, отгадал. Ну, такая хорошая, если честно, выгодная позиция. Промолчать, ничего не говорить. 2-2, да, у нас? Да, потом сказать, я так и думал. Почему 2-2? 2 угадано, 2 не угадано. Ну, я насчет себя скажу. Насчет тебя, ну, ты там половину боев не обсуждал, промолчал, так что... Турал, кстати, отметил этот момент, что он посмотрел наши посиделки, наш балаган, и его это мотивировало. А зачем ему это, интересно? Человек, который должен биться, готовиться, неужели они смотрят эти вещи? Да, да, они все посмотрели почти. Удивленность, честно. Идем дальше. Абдекаров, Егоров? Ну, мы планировали, что это будет бой вечера, но он таким не получился, потому что, к сожалению, Али Мардан последовал моему совету, когда летом я был в гостях в Кыргызстане. Я ему сказал, не всегда нужно работать на бонус, иногда можно поработать на результат. И он мне говорит, Астамбек, я тебя послушал и на результат поработал. Но мы понимали, что он выиграет, правильно? Все мы понимали. Да, у нас явно фаворит был Абдекаров, но, понимаешь, 61, он дерется, он смело может рубиться с любым. И когда он на 66 поднимается, там уже он знает, что ребята крупные и лучше бороться с ними. Более безопасный бой выбрать себе и заодно показать, что у него есть борьба. А так, это кровавый бой был все равно. Кстати, не самый безопасный способ выбрал. У него 2 или 3 сечки в итоге. На голове и на носу. Ну да, он вроде хотел отлежаться в партере, на сопернике, немного поработать, но у соперника огромные конечности длиннющие, и он доставал его локтями. Ну, я думаю, нужно смотреть или не нужно? Не-не-не, мы отгадали здесь. Просто Егоров классно выглядел после боя. Он сказал, это не моя кровь, да? Ох, как ты выглядишь? Отнимаю. Я свою не проехал. Как в фильме выглядел? 3-2. 3-2. Так, идем дальше. Пока экспресс не работает. Шуркевич, Сильверио. Ну, здесь все поставили на Сильверио. Подожди, 3-2, хочу пользу. 3 угадали, 2 не угадали. Давай. Ну, ты можешь вести свой собственный. Дальше я угадал. Ну, это был твой пик, твой момент славы. Ты тоже на интересе? Да. Так. Ну, давайте вспомним, что мы говорили. Здесь мне прямо интересно. Сейчас мама такой, не, Сильверио выиграет. Не, я под конец только там говорю. Мне, хочу вот твое подключить, как ты говоришь. я просто под конец говорю, разве все за Сильверио, тогда я буду за Шуркевича, я сказал. Ну, давай послушаем это. Насладись, ты не каждый раз угадываешь. как ему не нравится, когда я правильно говорю. Сейчас он закончил. Все, все, извините. Ну, наш вице-президент очень терпелив. Он ждет нас. Да, все вы за Сильверио, тогда я за Шуркевича. Твои аргументы. Александр Павлович, тебе лайк поставит. Там фамилию прочитал? Да. Из от 5 на 45. В общем, 3-3, да, у нас получается? По меня, по крайней мере. Да, по твоим часам, походу, судим. Но мы отгадали. Мы отгадали. Но вы можете свой счет ввести. Хорошо. Павел Гордеев против Аурелла Перте. Вот тут я не отгадал. Я тоже не отгадал. Мы все думали, что Паша отгадал. Вот тут почему, я что сказал? Я в целом сказал, если Перте навяжет свое первое раунду, он сможет его перевести. И если он хорошо поработает, то Паша устанет. Я так сказал. Не верю. По-моему, не так. Давай. Он сейчас может что угодно говорить. Слушай. Но я сказал, что Паша сможет защиту сделать от борьбы. Но не смог. Итак, Еримов Олжабай. Котовый. Что еще понравилось? Нет. Подожди. Как Паша выходил из очень сложной ситуации. Вот единственное, что мне понравилось. И Перте хорошо восстановился. Он такой крупный был в этом бою. И все равно свое навязал и выиграл. Ну, мне казалось, что Перте не сможет переводить Гордеева. У Гордеева хорошая защита от борьбы. Я думал, что Паша будет перебивать его стойки. Но мы видели, что мощи не хватило Гордееву. Как Магомед сказал, Перте, во-первых, сделал вес. Он не всегда делает вес. Хорошо восстановился. У Паши восстановление прошло не очень. Видно было, он такой худой такой. И он просто не мог остановить эту мощь, которая движется на него. Да, были плюсы. Он уходил из опаснейших ситуаций. Защищался как мог. Возвращался в бой. Но Перте прям навязывал эту борьбу неустанно. Постоянно. И он подтверждает, что у него черный пояс. Ну и мы на легитимный 100%. Сам от себя не ожидал, да? А в итоге что мы сказали? Мы ставили на Гордееву. То есть 60 на 40 фаворит Гордеев, но Перте может типа такой бой. Но вряд ли. Согласен? 50 на 50. Более такой фаворит, я считаю, Гордееву. Что? А что ты сбил? Фаворита Гордеева считал. 50 на 50 на фаворит. Не, мы застали. Ну мы вообще 60 на 40 дали. Хотя это Леха дал. Ну в итоге единогласное решение. В итоге единогласное решение доминирующая победа. Мы предполагали, что такой сценарий может быть, но все-таки думали, что Паша первый сценарий реализует, сможет защититься и выиграет. Получается сколько у нас? 3-4. Так, и вот этот интересный бой, и по-моему там мнения расходились, у нас Мурат Абдулаев против Никола Дипчикова. Ну, я ставил на Мурата Абдулаева. Я тоже. Я думал, что он подключит борьбу, сделает этот поединок скучным, но тактически грамотно подерется, выиграет и малой кровью заберет его. Но Мурат бился в стойке, честь ему и хвала, и показал, что он может действовать зрелищно. Но мне кажется, он бился в стойке еще потому, что не совсем был готов бороться. Борьба, она же энергозатратна, ты можешь один раунд бороться, все силы отдать. И мне кажется, Мурат пошел по пути наименьшего сопротивления, бился в стойке, но естественно рассчитывал на свою ударку. Ну, и в принципе иногда он послал соперника. Но все-таки габариты, мощь, сыграли роль. Дипчиков попал. Ну, давайте послушаем, что там было. Потому что Мурат Абдулаев это парень, который ударник, яркий ударник, который может биться в стойке с любым. Но когда мы ставим против него ударника и думаем, что мы красавцы, делаем стилистически хороший бой, Мурат начинает бороться. В этом бою Мурат будет бороться. К сожалению, и испортит картину боя. На всякий случай он не соглашается. Мурат потерял спортивный голод и амбиции. Сейчас Мурат выходит за чеком. Мотивировал Мурата. Отставил Мурата. Знаете, что понял? Сейчас надо поаккуратнее как-то выражаться, потому что, судя по всему, на ребята это работает. Просто есть Слепенко, который говорил, я услышал Асланбека Бадаева, который сказал, что если я буду биться в стойке, это будет конкурентный бой, и я буду биться в стойке. Ушел нокаут. У нас есть Мурат Абдулаев, который решил не бороться, тоже ушел в нокаут. Потому что ты сказал, что это будет скучный бой. Это пугает. Лишний раз доказательство. Перед боями Асланбека вообще слушать нельзя. Я серьезно. Да я вообще думаю, не только Асланбека, вообще никого не стоит слушать перед боем. Тебе нужно восстанавливаться, убрать телефон и думать о поединке и о чем-то другом, но не смотреть. Он про вас вообще не думает. Он думает про лигу и про зрелищные бои. А выиграет и проиграет и его не волнует. Ну было бы удивительно, если бы я думал по-другому. Все-таки я не менеджер. Домой приехал переживает такой. Не, ну честно, не было ничего приятного в том, что Мурат в нокауте оказался впервые в своей карьере или же впервые с 2009 года. Мне реально неприятно было видеть его в таком положении. А там такое колено залетело. Я потому что смотрел и как-то не было такого жесткого удара. Ты не боец, ты не видишь. Печень не пропускал. Если бы ты дрался, хоть раз жизни. Ты уже понимал бы. Не, понимаешь, тебе идет обмен ударами и потом тебе колено, которое ты не видишь, просовывают туда, куда надо и у тебя судороги начинаются. Тебя сжимает. Тебя сжимает. Ты видел, какие боли были? Мурат скрючился просто и все. В конце первого раунда он тоже не заметил удар. А какой? Когда упал. Когда упал? Да. Мне показалось, столкнул просто или подскользнулся. Мамот, мне интересно твое мнение, опять же, как человека, который лучше всего знает то, что там происходит среди нас. Вроде Мурат скоростнее, вроде он быстрее. Почему в некоторых моментах он, скажем так, уступал в скорости принятия решения усталость? На 77 он был более скоростной. Он, когда я сейчас смотрел этот бой, он хорошо начал по ногам бить. Уже видно был отек у Дипчикова. И когда он сильно попадал, он, я его угол тоже слушал. Ему говорили, бей по ногам, потом поднимай ногу в голову. Он бил, бил по ногам, я тоже жду, сейчас он кинет удар в ногу. А его нога летит печень. И на 84 конечно у него скорости такого не было, как раньше. Но и Дипчиков тоже не подай рак. Человек если попадает, то роняет. И я тоже ставил, что этот бой до конца три раунда не будет. Молчаливым согласием. Но под конец я сказал, что вижу Мурата фаворитом, потому что я так и думал. Мы все по-моему видели Мурата фаворитом. Мне казалось, что будет борьба, Мурат будет бороть. И в итоге получается у меня 3-5. Мама, да послушаем. 37 Мурат и Демократ и Демократ и Демократ и Демократ и Демократ и Демократ все три раунда. Чувствую, в следующем Болгарном все молчат. Ясно, Боже, ты не будешь участвовать. Я вас услышал. Возради, возради. Я все-таки верю, что Мурат возвращается голодным, когда деньги хочешь, все равно голодный. Это просто другая голод, да? Да. И оставлю, что Мурат удосрочит. Я смеюсь, как сказать. Вот же он, эксперт в СИАРУСИ, Магомед Чапот Бегулатов. Красавец, красавец он. Я-то хотя бы понимал, что удосрочит Дипчикова до конца дослушай тогда. А каким образом? А так посмотрим. Ну, посмотрим. На кадр не совмещен. А кто на коврировал? А кто на коврировал Дипчикова? Вот видишь, вот видишь, вот видишь, сколько раз Дипчиков нокаутировали? Я ставлю, что этот бой до решений не дойдет просто. Хорош. А в какую сторону? Вот это заявление, вот это конкретно. Конечно, я тоже могу так переиграть. Сказал, что удосрочит Мурат, а потом говорит, ты видишь, на ходу. До решения не дойдет. Я не эксперт, я не говорю, что я эксперт, а ты говоришь, ты эксперт, все понимаешь, все знай-ка ты, брата. Вот не угадывай. Я эксперт, возможно, хотя себя таким не называю, но я не предсказатель, я могу лишь какие-то вещи обсуждать, но сегодня, по-моему, у меня так неудачно складывается. 3-5? Не твою пользу. А все, дальше ты уже не реабилитируешься. Хотя нет, как раз таки. 3-5, ну хотя бы 5. Ты не делаешь. Ты уже дальше не реабилитируешься. Давай Кирилл Кордилов против Карлоса Филиппа. Тяжи, но мы все на Кирилла ставили. Очевидно, мы все понимали, что Кирилл выиграет, но как-то знаешь, вот опять же, Карлос Филиппе выбрасывают удары, но у него нет акцента в них. Он не доворачивает кулаки, непонятно, он выбрасывает, бьет что-то, но этого недостаточно. Кирилл отмечал акцент, был у него, удары видны были, но Кирилл тоже, как будто знаешь, ну нерешительно как-то. Вторым номером действовал, он дома бился, родная публика. Мне кажется, как минимум, он мог бы попробовать стать первым бойцом, который нокаутирует Карлоса Филиппе, но он этого не сделал и такое ощущение, что как-то Рьяно не пытался. Не доработал. Бой был на самом деле вроде и в стойке, но не сказать, что фейерверки были. Ну он так, с побитым лицом уходил по трибунку. Я очень внимательно смотрел этот бой. Я тоже думал, с такой публикой сто процентов выложиться, но не выложился, чисто поработал на победу аккуратно. И в некоторых моментах очень хорошо попадал он Корнилов. Но тот не падал, но значит, у него сила удара не такая сильная. А может Филиппе хорошо держит? Просто его никто не мог досрочить. Пять боев в UFC, четыре боя в ICA. Он ни разу не был близок к финишу, чтобы его финишировали. Да, кстати, даже нокдаун, да, не был? Нет. Давайте мне просто интересно послушать, что мы говорили об этом поединке. Сейчас экспертное мнение Бибулатова послушаем. Не торопясь по закону. Да, ЯТУ расстреляет, будет обозначать свое преимущество и выиграет решением Кирилл. У него методично, но досрочить Филиппе вряд ли удастся. Размеренно расстреляет. ЯТУ расстреляет, будет обозначать свое преимущество и выиграет решение Кирилл. Стойте. Не возгордись, когда он будет тебе во благо. Этот мир состоит из двух дней. Я ЧЕ, вот он вас гордется. Нет, давай послушаем Бибулатова. Я ничего не скажу там. Мне прямо принципиально послушать Чаборзе. Я там ведущий. Я не эксперт. Сейчас одно такое ключевое слово будет в исполнении Магомеда. Посмотрим. А ЧЕ ЕЩЕ ДЕВАТЬ? Надо смотреть, да? Ты говорил что-нибудь? Промолчал. Это в мою пользу. Если я промолчал, значит, я уже угадал. Молчаливо согласился. Так, получается, у нас 4-5. 4-5, да. И вот, кстати, Карлос Филиппе думал, что он выиграл. Мы разговаривали с переводчиком его. И он говорил, что я выиграл, выиграл. Потом душ принял. Спустился и говорит, не, я понял. Он мне тоже говорил, что выиграл. Он всегда так говорит. Он и с Тони Джонсоном так говорил. Единственное, с Элем Гиреем не говорил. Потому что там все очевидно было. Он в горизонтальном положении находился. Нет, конечно, он не выиграл. Там даже силовые акцентированные удары. Их больше намного у Корнилова. Но достойно конкуренцию создал. Но вот такое ощущение, что чуть не хватило чего-то. Техники. Да. И последний бой. Григора Матовой. Тут, я думаю, мы ставили на Григора все. Все ставили. Ну, как бы, ну, согласитесь, это сейчас легко-то рассуждать. Но перед боем, если тебе говорят, выбирай кого-то, ну, человек в здравом уме не выберет Эльмара в данном случае. Потому что, ну, Григор, он бился со всеми. Только Муслиму проиграл. Всех лучших выносил. Остальные того же Леонардо Сильву. Как с ним тяжело в остальные бьются, он его вынес просто. А вот в этом... Мы понимали, что, да, конкуренцию создаст Эльмар, но, честно, я думал, все-таки Григор. Да, ну, как будто, тактически неправильно подрался Григор. Он в стойке был, мне кажется, предпочтительнее, но почему-то лез в борьбу. Борьбе не получалось, тратил силы, терял время. Потом Эльмар что-то в стойке возвращал и сам где-то переводил. И в итоге получилось то, что получилось. Он бьет как грузовик. Когда Григор бьет, но я не знаю там, у него ноги тяжеленные. Я считаю, если бы мы замеряли лоу-кики в нашей лиге, я считаю, что ни одного бойца нет, кто тяжелее ударит, чем Григор. Он бил ногами? Он бил ногами, кстати, Григор? Лоу-кики бил он? Или борьбу опасался? Я не помню. Он в этом бою? Да, по-моему, не бил. Он больше боролся, я не знаю, почему он вообще лез в борьбу. Просто у него же ударная мощь невероятная. Григорь как грузовик бьет. У него конек ударка, но он все равно раз за разом, когда даже у него один, два, три раза борьба не проходит, зачем туда лезть. Эльмар в нужное время подключал борьбу, переводил его, удерживал и со стойкой тоже хорошо работал. Первые три раунда, у меня первый раунд, чуть я сомневался, но я пересмотрел этот бой. Не бой цел, не бой, а вот этот первый раунд. И он все эти три раунда, первые стартовые три раунда, Эльмар четко забрал. Дальше только уже Григорь проснулся, четвертый, пятый, чемпионский раунд, и он взял, но это недостаточно, потому что явно видно, что первые три раунда тот выиграл. И я как говорил, если Эльмар справится с этим давлением, то что это первый раз в пятый раундов бой, главный бой вечера, еще против второй, второй номер, Григорь? Да. Против второго номера. Он с этим справился, настроился, парень, с первого раунда, ну, первое, начале стартового раунда, явно было, как будто Григорь его недооценил, так смело подходил на такую опасную дистанцию, и поначалу я тоже думал, что бой будет такой, в одну калитку, но нет, парень удивил, и правильно подрался. Я думаю, именно тактика решила в этом бою, ну, и, естественно, психологическая устойчивость. Эльмар преодолел себя, ему было тяжело, я уверен, он тоже послушал наш разбор, и понимал, что все ставят против него, и подготовка у него не была полноценной, тем более к пяти раундам, я это точно знаю, и более того, за неделю где-то до боя Эльмар сказал, что, вероятно, он снимется с боя. Я говорю, Эльмар, это не вариант, при всем уважении, если ты снимешься с боя, нам нужно билеты всем возвращать и просто не лететь в Санкт-Петербург, потому что иначе смысла нет. Представляете, если бы этот бой слетел, у нас бы в итоге 9 было, ну, что это такое? То есть ты Григора подставил сейчас? Ну, да, я представлю, Эльмар сейчас как думает, хорошо, что я не знаю. ребята, преодолевайте себя и до последнего пытайтесь преодолеть обстоятельства, сдаться и согласиться с тем, что не получится, это легче всего. Вот парень с нами рядом сидит, он знает, о чем я говорю. Его бой, и не один бой, когда он был на грани того, чтобы сняться, но преодолевал себя и шел до конца, приносили ему успех. И вы видите, проспект, седьмой номер, Эльмар Гасанов, в итоге, во-первых, ему гонорар почти в два раза улучшили, из-за того, что он принял этот бой, контракт в целом. Плюс он выиграл. Он выиграл, и теперь у него впереди хорошие деньги, да и сейчас, и плюс у него хорошие перспективы. Он в обновленном рейтинге, мы сейчас отправили, в топ-3. Представляете, седьмой номер, теперь он в топ-3. Как круто все для него изменилось. Так, в принципе, и свою мечту реализуют. Что касается Григора, он может, и он обязан драться лучше. Я не знаю, что с ним случилось, может быть, у него какой-то разбаланс какой-то был, разбалансировка и так далее. Он не собранный был, он просто концентрации не было. Я не скажу, что он хуже, как боец даже в этом поединке. То есть, да, где-то он уступал, где-то он превосходил, и просто два раунда забрал, три раунда отдал, это в целом был равный бой. И мы не можем сказать, что он хуже, как боец. Но именно то, что он и концентрацию потерял, и настроя должного не было, и в деталях он уступил. А получается, Эльмар оказался более дисциплинированным, следовавшим тактике бойцом, которому, наверное, нужнее это было. Поэтому мы тут не угадали. Четыре угадал, шесть не угадал. Эксперт из меня так себе по итогам этого турнира. Но я буду брать реванш в следующий раз. Да. Мы с вами прощаемся. Сколько у тебя? Ты считал свои экспертные? Сколько ты угадал? Сколько ты угадал? Ну, учитывая, что ты... Я восемь боев угадал. Да, конечно. Молчливое согласие у него. Я не старался угадывать. Я просто... То, что... Я думал, я говорил, вы потом меня заставляли под конец. Говори фамилию или проценты. Я это не умею, поэтому я просто... Ну, в общем, такой вот турнир получился. Я шесть угадал. Худо-бедно что-то угадывали, что-то не угадывали. Видите, вот как получается. Когда ты вроде анализируешь, какие-то правильные вещи говоришь, в итоге чуть фокус сбивается, и ты не угадываешь. А вот ислам, который не заморачивает, что-то угадывает. Как ты угадал шесть? Я тебе не верю. Абдика... Вот, смотри. Морзобеков, Ерохин, подожди. Да так ты это не озвучил. Шуркевич, Абдикааров, Мы тебе не верим, ты это не озвучил. Вот здесь я не отгадал, вот здесь я ничего не сказал, вот здесь я не отгадал, вот здесь не отгадал. Половину на половину. Уже опять получается? Вряд ли не красивее. А, здесь поединка была. Ладно, Ислама, я думаю... Я прибавил один. Твоя сильная сторона в другом заключается. Аналитику оставил. Чаборзу, он серьезный аналитик у нас. Он номер один. Да, серьезный аналитик. Он сейчас как корме будет еще надевать пиджак, там, галстук. Малиновый. Да, такой. И знаешь, и в конце такой раз-раз расстегивает галстук, такой подходить к бойцам. Он такой, сегодня я в галстуке. Не, мне знаешь, что как, мне кажется, Чаборзу нужно отдельное место выделить, такой немного маленький трон поставить, чтобы он восседал и сидел с высоты своего полета. Золотой такой. Да, да, да. Ну, в общем, ACA 181 выдался таким. ACA 182 думаем выдастся другим. Так что будем анализировать. Хорош. Кстати, да, подписывайтесь на канал ACA обязательно. Все ссылки вы увидите в описании и на все социальные сети лиги. Ну, и ждите следующий выпуск Балагана, который, наверное, станет традиционным выпуском. И разборы тоже станут традиционными. Ну, и мне интересно, какое название ты этой рубрики дашь, которая постфактум после Балагана. Ну, нужно Балаган, наверное, слово использовать, какой-то постбалаган или что-либо. Постбалаган. Ну, это уже... Ну, смотри сам. Кстати, забавно появилось название Балаган. Это же ты предложил. Помнишь? Нет, по-моему, мне кто-то сказал. Или я, не знаю. Что-то как-то просто накидывали прогнозы, Балаган. Вообще не родилось это название. Вообще вот так, по щелчку в 3.15. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Занимайтесь спортом.